Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ДУШИ. Быть жертвой – это подвергаться абьюзу, насилию или угрозе смерти. Быть жертвой – это терпеть и не иметь возможности прекратить моральные, физические, а также материальные издевательства от третьих лиц. Прежде всего не ставьте за одну черту реальную боль и страдания несчастной жертвы с мнимым горем обыкновенного нытика. Откровенно говоря, каждого нытика можно условно назвать не столько жертвой, как моральным мазохистом. Да, есть такие люди, которые испытывают необходимость причинять себе моральные страдания. Так сформирована их психика. В детстве, а может во взрослой жизни, на каждого человека оказывается то или иное давление. Если представить, что психика человека – это шарик пластилина, а давление общества или родителей – это пальцы руки, то становиться видно, как в месте нажима на пластилин, пальцы оставляют ямки. Вмятины в пластилине – это и есть те негативные эмоции, которые человек привык испытывать. Другими словами, его психика деформировалась и он к этому привык. А привычка – дело непростое. Бороться с привычками сложно. Так ребенок и становится нытиком. Сперва мама ему говорит, будь как все, не высовывайся, куда ты лезешь, а оно тебе надо. А потом, под ее влиянием, ребенок учится снижать свою инициативу, самооценку, уверенность в себе. Чтобы оправдать свои поступки, он начинает винить других. Всем нам нужно оправдывать себя перед самим собой. Нытик – не готов брать на себя ответственность за других. Он предпочитает плыть по течению и часто неплохо устраивается в жизни. Обычно он достаточно меркантилен, в отличие от неисправимых оптимистов. Да, морально он страдает каждую минуту, но ему так комфортно. А что насчет друзей и близких нытиков? Если оптимист не может найти общий язык с представителем такого психотипа, ввиду полной противоположности взглядов, то люди у которых психика так же или примерно так же продавлена, помните про пальцы, легко общаются с теми, кто на них похож. Продолжение читайте на сайте jash.club